сегодня очень франчузские блюда баклажан ала пармиджан хорошо пахнет баклажан готов всем привет сегодня с вами еще в вен настоящий газ конец чуть-чуть итальянские блюда но я его очень-очень люблю будем взять вот это сейчас сезон баклажан и вот лето это очень-очень вкусно когда из помидоры и баклажан вкусно это очень вкус это не рататуй это просто баклажан и помидоры может быть помидоры уже в банках свежие помидоры неважно какой базилик обязательно пармиджану обязательно помидоры обязательно потом пожелание моцарелла пожелание красное вино даже look тоже по желанию потому что база это баклажан помидоры промеджану базилик чеснок не очень по желанию лучше использовать даже в подноске вы будете готовить потому что это не будем готовить потом все вот духовка. До конца концов можно сказать, что это может быть вегетарианская лазанья. Почти. То есть чеснок будем, протерем под нос чеснок, чтобы будет еще вкуснее. Итак, берем баклажан, который будем солить. Убираем свой фрост. Сделаем лунтики 7 миллиметров или пол сантиметра или сантиметра. Я сделаю 7. И тоже другое блюдо, которое я обожаю из баклажан, это мусака. Берем наш баклажан, прозиновый поднос, вот так, и его будем солить 20 минут полчаса. Морской соль и продолжаем вот туда, туда, туда. Вот так. И вот это его оставим вот так 20 минут полчаса. И вот это время есть, сделать соус. Док соус много вариантов. Нужно лук. Режем тонкий мирпои. Почти брюнозу. Ну, сизолить почти. И по-мистри готовиться. Разагрим. Оливка и масло. Сапят, я буду положить красный вино, но не обязательно. Жарим вот это. Посолить чуть-чуть. И сделаем без света. Просто жарить. Чеснок. Два зуба. Если зеленый штук убираем, но у нас нету. Вот желтый, он начинает просто. И сделаем лонтики. Чук-чук-чук. Убираем зеленый штук, потому что это, что сделает, что потом не приятно. Чеснок. Но есть люди, которые скажут, что когда мы его готовим, нет вот этой ситуации. Я убираю. Туда будем положить все стебель базилика, чтобы дать свой вкус. Оп. Когда наш лук готов, будем положить чуть-чуть томатную пасту. Будет очень-очень красный цвет томатного соуса. Раз-два. Его сушим чуть-чуть и убираем чуть-чуть свою кислоту. Он уже очень хорошо пахнет. Обязательно томатную пасту, а потом или свежие помидоры, или томаты пассата, или банка с куска, или целиком помидоры в банке, и все равно будет соус. Но у меня остается один свежий помидор, который будет положить. Чтобы будет свежий вкус помидоров. Если вы положите помидоры, то положите сейчас. Готовим чуть-чуть. Это маржолен. Это дикий маржолен из моей папы и мамы дома. Это как орегано, короче. Свежий или сухой. Чуть-чуть перемешиваем. И сейчас, или томатный пассата, если вы не используете вино, я использую вино, то это сейчас. Опять не обязательно, но я люблю вот этот вкус вино, кислота вино. Вы порвим. Можно начинать пожить наше чеснок. Посолить я буду до конца, потому что это чуть соленья. Я уже солил лук и наш баклажан чуть-чуть солень. То есть аккуратно солень. И пармезан с соленью тоже. Перьез будем пожить до конца. Потому что Пьер Ганьер, один шеф, это 13 звезд Мишлин. Сказал, что один сиентифик Херветис, франчузский, что перьез лучше до конца, что не будет горки. Но я люблю горки, но я буду слушать Пьер Ганьер. Уже выпарывается вино, то спорим томатный сок. У вас может быть банка из помидоров из вашей дачи, помидоры в банке из магазина, помидоры в конкассе, вот кубики маленькие в банке. У меня очень густой фрито из помидоров и пассата. То есть я добавлю чуть-чуть воды, и будем выпарывать, готовиться вот это все 20 минут, полчаса. Как вы видите, баклажан посолил, и баклажан дает свою воду. Видите, оп. Почему мы сделаем вот это? Потому что примерно можно не сделать, и будет побольше горки. Но если вы сделаете, будет побольше структура нашего куска, слайс, бонтики и баклажан. То сейчас на медленном огне вот это, нужно его. Новый слой для меня аккуратно сполоснуть под водой. И потом положить в бумажку. Но я уже сделал заранее, потому что я хорошо человек. Время готовится соус томатный. Есть время жарить баклажан, который с сущей львы. Бумажка. Нужно оливковое масло. Вот так. Гарящее масло. И жарим. Оп. Оливковое масло. И у нас здесь получается поднос и бумажка. Можно просто тарелка. Будет поменьше в space. И просто нужно здесь, чтобы будет золотой свет. Красиво. И положим в бумажку. Все наши баклажаны готовы. Вкуснее пахнет. Соус готов. Буду попробовать. Куско баклажан. Посмотри, как оно рассолит. Рассолили. Так, так. Нормально. И поехали. Оп. Маленький, большой. Нужно играть. Коктерин. Оп-па. Маленький, большой. Берем соус. Важный момент. Базилик обязательно с руками. Вот так. Дешери. Я не знаю по-русски. Вот так. Баклажан, помидоры, базилик. Пармежано-региано. На все места. На продажам нужно, другое слово сегодня, пересекать. Поэтому я продажу вот так сейчас. Раньше было вот так, сейчас вот так. Ведем только баклажан. Помидоры. Без стебель базилик. И опять то же самое. И через несколько слоев я буду добавлять. Вим можно добавлять мазарел, а я буду добавлять эмментар, французский сыр. Который поболее вот так будете делать. Но необязательно. Вот. Теперь я в сердце мою монтаж. То я буду пармежано. Потому что называется а-ла пармежано. То есть нужно пармежано чувствовать. И теперь, если вы хотите, где-то один сердце чуть-чуть кулам. Чуть-чуть тягучи. Тягучи. Модзарелла. Я буду, у меня нет модзарелла. И все равно я думаю лучше эмментара французский. Поболее вкус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Продолжаем. Не забудет поперчить. И последний слой. Я буду сделать эмментар тоже. И сверху пармежано. Наоборот. И сверху пармежано. 20 минут 210 градусов. И лучше чуть-чуть сверху. Потому что нужно гратиновать. Наша красота. Баклажаново пармежано готово. Смотрите. Запах я вам даю вот так. Теперь я буду ждать чуть-чуть, что будет положить в тарелька. Если вы хотите сделать очень красиво, вы нужно ждать, что он будет вообще холоднее. Остает холодильник. Красиво резать. И потом разогреть. И это даже вкуснее. Обычно никто не ждет. И через 5 минут уже пустое блюдо. Я жду чуть-чуть. Потом я буду туда прожить. Помидоры, базик. Чтобы будет понять, что там не изнутри. Немного. Лепшу. Субтитры подогнал «Симон»